Добрый день! Вы смотрите итоги дня. С вами Дарья Сударева. Что произошло в Ульяновской области 30 марта? Расскажем далее. Смотрите сегодня в выпуске. Донбасс своими глазами. Кто обстреливал школу в Волновахе и от кого люди прятались в подвале больницы? Жители Мариуполя эвакуировали в Ульяновскую область. Продолжается сбор гуманитарной помощи. Не нужно торговать мозгами на вынос. Как помочь эти отрасли развиваться в России? В каждой школе театр. Чему дети учатся после уроков? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы находимся в Волновахе. Поселок недавно был освобожден от сил ВСУ и надплатов Украины. Как видите, сейчас он все еще в руинах. Руины не расчищены. Находиться здесь не совсем безопасно. Сопровождающие сказали нам, чтобы мы не отходили от асфальта, не заходили на траву. Там могут быть мины, там могут быть снаряды неразворовавшиеся. Более того, нас предупредили, что здесь сейчас могут находиться спящие ячейки националистов. Поэтому нужно быть максимально бдительными. Вот сейчас мы находимся у входа в больницу Волновахи. Стекла разбиты, черепица валяется на полу. Сюда стреляли танцы, сюда стреляла артиллерия. И в этот момент здесь находились пациенты. Вот регистратура, она тоже вся разбита. Личные дела находятся в порядке. Однако пациентов, кому принадлежат эти дела, сейчас нет. Некоторые люди остаются в подвале, туда идти нельзя. Но вот мы можем с вами пройти по коридору, который очищен. Потому что в остальных местах все еще могут показаться милые растяжки. И мы видим, что разрушения повсеместны. Везде разбитые стекла, везде разбитые кирпичи. Это уже не больница, это руины. Вот посмотрите, во что превратили ВСУ в больницу своего же собственного города. 25-го мы пришли на сутки. И как пришли на сутки, так там, получается, и остались. 26-го еще попытались вернуться. Но, чтобы вы понимали, это район третьей школы, новый стадион. Там стояли украинские военные. Они начали обстрелы. Это рядом мой дом, я живу возле третьей школы. Когда был первый прилет, мы с мужем сели в машину и приехали. Здесь были мои коллеги. И с того момента мы из больницы больше не уходили. До 13 марта включить. Когда зашли российские военные, в первую очередь привезли детское питание. Было памперсы детям, медикаменты. И, конечно, нас три дня охраняли и не выпускали, пока еще было опасно. Тут была хорошая больница, хороший роддом был. В роддоме сейчас практически развалины. Вот. Там три плиты съехала. Вот. Все это будет ремонтироваться, нам уже пообещали. Вот. Но вот сейчас людям где помощь оказывается, если больница в таком состоянии? Ну, мы несколько палат сделали. Вот сейчас капается онкологический в родильном отделении. Он просто пришел со своим лекарством, потому что лекарства тоже держат. Мне бы хотя бы прокапаться. Ну, мы поставили там тепловые пушки. Ну, хоть как-то. Вот. Вообще организовывали палату для родов. Если вдруг экстренные роды, кто-то там не успел эвакуироваться и так далее и там подобное. Вот для них сделали такую палату. Мы находимся в здании школы Волноваке. Здание было практически полностью разрушено. На второй так заходить нельзя. Его фактически сейчас нет. 23 февраля школьников отпустили по домам. 24 февраля они все были отпущены не просто на дистанционное обучение, а на каникулы. Когда начались обстрелы, в здании не было никого. И тем не менее, его все равно обстреливали. Нацибаты и ВСУ практически снесли его с лица земли. То есть, если вы посмотрите на кадры с улицы, вы увидите, что нет ничего. Вот здесь сейчас лежат вещи, которые дети пользуются на протяжении всего учебного года. Краски, глобусы, какие-то вещи, велосипеды. Воспользуются ли они снова ими, непонятно, потому что неизвестно, как будет продолжаться учебный год. Директор предлагает переместить обучение в здание ПТУ Волноваке. Но, насколько это будет возможно, покажет только время. Как с ребенком в таких условиях? Все нормально. Мне перенесли хорошо. Наигралась, отвлекалась. У нас все было в подвале, игрушки музыкальные. Она отвлекалась, бегала, 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 не думала. Только то, что в подвал темно. Вот это только. Вот это вот, ничего. Помощь вам оказывается? Да, помощь мы получаем. Монетарную, да? Есть что писать? Есть, пишут. Соседи, такая же картина? Такая же, у нас полностью. У каждого в доме есть нарядка. А вы видели, кто ездил? Это были вот те? Танки. Твардер так, что не ездила у нас. Прямо под домами. Вот в этом здании совсем недавно находился штаб ПСУ. Из-за угла этого здания выезжал танк, где он выстрел, заезжал обратно. Из того здания прострелилась вся та территория. Там находился блокпост, и он простреливался оттуда. Заходить ближе нельзя. Здесь все еще находятся снаряды. В домах находятся расчастки. Разминирование не произведено. Ходим только по дорожкам. Знаете, приехав сюда, я как будто попал в 99-е годы. В 90-е годы, вот начало 2000-х в Чеченскую республику. Здесь тот ужас вижу, тот ужас весь. Тут тот хаос, который здесь творится. Это все мы пережили. Пережил наш многострадальный. И сейчас, вот как бы общаясь с жителями, знаете, мне очень, очень бескает боль. Знаете, на душе просто очень больно чувствовать все это и осознавать все, что пережил этот народ все эти дни. Да, здесь волновать не ставили. Заезжали на любую улицу. Вот и с 171-го дома катался танк, постреляет и уедет, постреляет и уедет. Это по всем улицам. Да, возле 171-го дома, 163-го там катался. Это везде, по всем улицам такое было. И у вас здесь поишли, да? Ну, конечно. Вы же видите, какие руины. А мы в подвале обсиживались. И тоже пострадал и мой дом, и моя квартира пострадала. И родительский дом разбили. Ничего не осталось. Что родители 10 лет строились, копейки на копейку тянулись, чтобы построить дом. А сейчас ничего не осталось. Голые босые. Без сна, воды и пищи. Под градами и без надежды на спасение. Жители Мариуполя эвакуировали в безопасные районы. Российские военные постепенно выводят людей одного из украинских городов. Больше пяти сотен человек приехали в Ульяновск область. Среди них много детей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Подробности в материале Виктории Черковой. Они прятались в подвалах, голодали, получали контузии. Из них хотели сделать загнанных зверей, но не вышло. Российские военные буквально прорубили гуманитарный коридор и вывели жителей Мариуполя, попавших под бомбежки украинских нацистов. 29 марта 21.50 в Ульяновск прибыл состав с переселенцами. Более 500 жителей Мариуполя приехали в Ульяновск. Поезд прибыл на станцию Ульяновск-3. Медики, спасатели, волонтеры и соцработники встречают гостей на вокзале. Рядом с Ларисой Вяткиной недавно упал снаряд. У пожилой женщины начались проблемы с нервной системой, но она не теряет надежду на выздоровление. Когда летят секции, целиком, двухкомнатная квартира. Меня стало трясти после того, когда 100 метров от меня разорвался снаряд. А мы бежали. Я муж и сын. Я за его кроссовочками. Только попробуй сказать, что мне заплатили их. И я бежала за сына кроссовочками. Тут разрыв. Горловская межевая в частный дом. А сын стоит и говорит, ма, я боялась поворачивать. Я думала, тебя больше нет. Лариса не знает, жива ли её сестра или осталась погребённой в братской могиле обезображенного Мариуполя. Лариса Николаевна вышла из убежища другим человеком. Всё привычное, что окружает нас в спокойные времена, вызвало нездоровую реакцию. Когда вышла, а ДНРовцы нам дали коридор, я вышла и увидела хлеб. Вы не поверите, у меня истерика была. И вода. Я не верила, что я могу выпить воды, сколько я хочу. Раненых и инвалидов расположили в середине поезда для того, чтобы медработникам было проще подъехать и забрать пассажиров. Волонтёрские организации тоже помогли с транспортировкой больных людей. Также добровольцы продолжают собирать гуманитарную помощь. Наши центры гуманитарной помощи, ну, боготворительной помощи находятся на Ленина 146, на Ленина 158, на Заволжском районе, на базе ТОС Володарец. Поэтому, в принципе, все наши центры работают в том же режиме. Поэтому всем всегда рады, надеемся на поддержку. Переселенцы не бросили четвероногих друзей. Пушистые товарищи пережили страшные события вместе с хозяевами и приехали к нам. Вместе с волонтёрами и медиками жителей Мариуполя встречал губернатор. Он проводил людей до автобусов и побеседовал с гостями. Максимально все условия создадим. Отдыхайте, набирайте сил. Вот, всё подходит. Спасибо большое. Спасибо большое, Семенович. Ребят, всё, давай. Давай, правильно. Несколько автобусов отправились в пункты временного размещения. Их организовали в гостиницах Ульяновска. Людей расселили в Волге, Венце, Октябрьской авангарде и других отелях. Также часть переселенцев уехала в Димитровград. Виктория Черкова, Герман Баранов. Улправда ТВ. В Минздраве отчитались, что в регионе имеется годовой запас эльтероксина. Также медики считают, что ажиотаж на лекарство создан искусственно самими пациентами. По телефону регионального ведомства 414902 можно получить справки о наличии препаратов в аптеках. С наличием и ценами ознакомился и глава региона. Запас препаратов есть в наличии, в том числе импортные инсулины и онкопрепараты. Так рассказала глава Ульяновской госаптеки Ирина Абаимова, губернатору Алексею Русских. В регионе работает 38 отделений аптеки. На сегодняшний день у нас мы имеем запас для обеспечения льготных категорий граждан до 3 месяцев, для обеспечения лекарственных препаратов, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний на срок 6-8 месяцев. На сегодняшний день мы не ощутили пока перебоев. То есть идет все в рамках заключенных Министерством здравоохранения государственных контрактов. Для бесперебойного льготного обеспечения граждан осенью прошлого года региональный Минздрав организовал проведение закупок. Это позволило создать достаточный запас препаратов. В настоящее время закупки идут в плановом режиме. Угроза сбоя не предвидится. Все поставщики подтвердили исполнение своих обязательств по заключенным контрактам. Повода для паники нет. Проблем с поставками быть не должно. То есть информации о том, что какая-то из компаний уходит с рынка, такой информации нет. Образовался дополнительный спрос на импортные лекарственные препараты. И многие люди начали делать свои личные запасы в рамках 3-4 месяцев. Из-за этого буквально в марте месяца образовался определенный дефицит по некоторым препаратам. Но на сегодняшний день сети нам подтверждают, что в обороте у оптовиков данные лекарственные средства есть. В аптечном пункте номер 2, что в городской поликлинике номер 4, ежемесячно отрабатывают до 7 тысяч рецептов. Для удобства пациентов планируется выделить более просторное и комфортное помещение. В перспективе люди просят, чтобы большой поток закрытия пешеходных. Напомним, что поликлиника номер 4 Ульяновска является самой загруженной. Сюда прикреплено более 130 тысяч человек. По нацпроекту здравоохранения к 2024 году планируется полностью отремонтировать основное здание медицинского учреждения. На данный момент здесь обновили оборудование, отремонтировали регистратуру, первый этаж, на втором продолжается ремонт. Преображение затронут не только учреждение, но и его территорию. Здесь совершенно неблагоустроенная территория. Поэтому нужна парковка, нужно освободить место для прохода пациентов, потому что здесь утром пройти практически невозможно из-за машин. Ну вот сейчас обсуждали вопрос строительства поликлиники. Тоже Алексей Юрьевич согласился, что район растет, потому что мы уже просто у нас же кроме вот этого здания еще 12 зданий, которые также относятся к нашей поликлинике. Они, конечно, все древние постройки. По вопросам лекарственного обеспечения можно обращаться на горячую линию Минздрава и аптечной сети. Алина Тихонова, Данил Сурков, Улуправда ТВ. Что хорошо и что плохо для IT-отрасли. На заседании экспертного совета по развитию информационных технологий при губернаторе Ульяновской области с участием федеральных экспертов обсудили будущее отрасли. Подробно о предпринимаемых мерах поддержки и развития IT-отрасли в регионе в материале Ирины Антоновой. Как помочь IT-отрасли развиваться в России в условиях внешнего экстенционного давления? Этот масштабный вопрос обсудили на заседании экспертного совета по развитию информационных технологий при губернаторе Ульяновской области. Если по итогам прошлого года цифровая отрасль росла и развивалась самыми быстрыми темпами, то сегодня мы видим отток кадров и прогнозируемый спад темпов роста отрасли. Перед нашим государством стоит задача поддержать IT в санкционных условиях и стимулировать ее развитие. Депутат Госдумы Владимир Кононов и председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов отечественный софт Наталья Касперская, которые участвовали в заседании, считают, что Ульяновская область является сильным регионом с точки зрения развития IT-технологий. Этот сектор экономики для Ульяновской области имеет стратегическое значение. Поэтому я хочу сказать, что очень здорово, что экспертный совет по развитию информационных технологий как бы находится при губернаторе, так сказать, под патронажем губернатора Ульяновской области. IT-специалисты, то есть губернатор помогает отрасли, отрасль и специалисты IT-технологий помогают губернатору и области, ну в плане, так сказать, в том числе пополнения бюджета. Как считает Наталья Касперская, отъезд незначительной части IT-шников за рубеж вызваны несколькими причинами. Первая – эмоциональная. Вторая – уход иностранных производителей, которые держали разработческие ресурсы. Она подчеркнула, что не нужно торговать мозгами на вынос. Надо, чтобы эти мозги создавали продукты для страны. А для этого важно быстро предложить людям места в компаниях с реальными задачами. Сейчас многие очень компании объявили, что они увеличивают набор. Вот наша компания увеличивает набор, там крупные компании, IT-компании расширяют свои задачи, увеличивают набор. Это важно. И, возможно, университеты сюда подключатся, потому что есть там определенная программа и так далее. Нужно подумать, как мы можем использовать этих людей, как быстро им предложить работу, чтобы они не сбежали за рубеж. Напомним, что на региональном уровне продолжают действовать налоговые преференции для сотрудников отрасли. Это 1% по упрощенной системе налогообложения и предоставление единовременных социальных выплат на приобретение жилья. Участники совещания, руководители крупных IT-компаний Ульяновской области поделились текущей ситуацией в региональной отрасли. Обещанные льготные кредиты, они не работают. То есть банки про них пока что-то слышали, но, в общем, не дают. Самая главная проблема – это люди, которых не хватает. Их не хватало, не хватает. И сейчас еще есть такая проблема, как релокация. Она существует. Руководитель другой компании Александр Щербина подсказал, как остановить отток специалистов за рубеж. Хотя, по его словам, из Ульяновска практически никто не уехал. Если людей успокоить, как на Ливанском, с этой тонкой душевной организацией сказать, ребят, прилетайте, улетайте, залетайте обратно, никаких проблем нет, то я думаю, что очень многие уже готовы возвращаться и сильно меньше готовы перемещаться, если есть вот это ощущение свободы передвижения. И это самый, мне кажется, лучший эффективный способ остановить, честно, если не такой уж, на самом деле, массовый, по крайней мере, из регионов отток специалистов. Ректор Ульяновского государственного технического университета Надежда Ярушкина предложила создать центр компетенции для IT-специалистов по промышленному программированию. Он связан с тем, что мы уже сейчас в нашей дискуссии наткнулись на такой вопрос, что IT-отрасль работает и для нее оказываются меры поддержки, но она, например, натыкается на возросшую дебиторскую задолженность и так далее. А это означает, что в системе заказчик является обязательной стороной. А для IT-отрасли есть специфический и очень сложный заказчик – это промышленность. Центр компетенции, по словам ректора, позволит обеспечить инженерный консалтинг в области промышленного программирования, подготовку квалифицированных кадров для высокопроизводительного промышленного производства в области промышленного программирования, а также переподготовку повышения квалификации таких кадров. Это предложение было поддержано федеральными экспертами. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ. На низком старте сборная Ульяновской области по школьной баскетбольной лиге «Кэсбаскет» готовится к выступлению в суперфинале по стритболу, который пройдет в Нижнем Новгороде с 7 по 10 апреля. Арина Талюлова побывала на одной из тренировок команды девушек. Из большого баскетбола в стритбол. Старшекласснице Мышеевского лицея Вике Амини приходится менять правила игры. Они привыкли играть в классический баскетбол. Девушки вошли в состав сборной Ульяновской области по школьной баскетбольной лиге «Кэсбаскет». Вместе с еще двумя спортсменками из Инзинской средней школы номер 4 они поедут на суперфинал лиги, где и сыграют в баскетбол 3 на 3. Соревнования пройдут в Нижнем Новгороде. Наши девочки занимаются уже на протяжении 4 лет. На протяжении последних 5 лет наша команда является серебряным призером неоднократным регионального этапа «Кэсбаскет». В финал доходим, но в финале немножко уступаем командным соперницам. На этом уровне наши девочки еще не выступали. Для них это будет новое, так скажем, вызов для них. Команды-призеры как раз и формируют для школьной лиги сборные по стритболу. Девочки уже привели первую совместную тренировку. Заодно и познакомились получше друг с другом и с правилами игры. Мне кажется, стрит играть полегче, потому что меньше приходится бегать. И можно делать всякие комбинации, с помощью которых легко сбивать вещи. Всего в Ульяновской области 24 мужских и 23 женских школьных команд баскетбольной лиги «Кэсбаскет». Школьные состязания проходят в регионе уже больше 10 лет. Ринат Алиулова, Данил Сурков, Улправда ТВ из Ульяновского района. Днем уроки, после обеда – театр. Последние появятся в каждой школе Ульяновской области к 2024 году. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов сообщил на заседании Совета при президенте России. В нашем регионе уже сегодня больше 60 учебных заведений подключились к работе. Театральные кружки пользуются успехом. Ребята приходят не только в качестве актеров, но и сами шьют сценические костюмы, создают декорации. Например, театральное объединение в 11-м лицее сейчас готовится к очередному конкурсу. На репетиции побывала наша съемочная группа. Какие плохие сегодня наряды. Ужас. Ужас. А вы бываете в Михайловском? На французских премьерах? Я вас что-то не видела. Чтобы увидеть премьеру, больше не нужно ехать в Санкт-Петербург. Театральное объединение «Старый вокзал» в 11-м лицее уже готовит новую постановку. Грустная, неразделимая со смешным Надежды Тефи. Продумано все до мелочей. Жемчужные нити, атласные платья. В одном из эпизодов выступает Ксения Хрусталева. С актерской игрой она на «ты» еще с детского сада. Примерять на себя серьезные роли начала в седьмом классе. За это время я успела сыграть огромное количество ролей. Но вот ту, которую вы видели сегодня, наверное, моя самая любимая. Ну, это была девушка, которая пришла в театр. И, скорее, она не сильно образованная, не сильно приличная. И показывает вот такие свои неправильные манеры в театре. Репетиции два-три раза в неделю. В команде почти 30 юных талантов. Включая те, кто отвечает за сценический образ и декорации. Труппа выступает повсеместно. Первым делом радуют родителей на школьных концертах. А между делом завоевывают первые места. Да, зрительские симпатии по всему региону. Ближайший конкурс уже в эти выходные. На протяжении всех этих лет мы активно участвуем в различных конкурсах. Это конкурсы городского уровня, театральная маска, золотая маска, многие другие. Наши дети участвовали в конкурсах актерского мастерства. Лилиана Парфирова уже 15 лет отвечает за успех театрального объединения в 11-м лицее. Раньше сама выступала на сцене. До сих пор помнит первый выход и дрожь в коленках. Как отметили в профильном министерстве, именно благодаря таким педагогам, без остатка преданным своему делу, удастся в полном объеме выполнить получение президента. К 2024 году при каждом учебном заведении обеспечить работу театральных студий. Это в приоритете, конечно, должен возглавлять тот человек, который, можно сказать по-простому, болеет душой и сердцем. И для данного человека будут созданы условия для повышения квалификации. В пределах двух тысяч школьников уже участвуют и принимают активное участие в различных студиях, объединениях, кружковых работах. А таких по всей Ульяновской области больше шестидесяти. Как отметил Сергей Васин, работать планируют с опережением. И уже к сентябрю 2023 года полностью выполнить план создать 410 школьных театров. Александра Никитина, Герман Баранов, Управда ТВ. В Ульяновске завершился фестиваль региональных театров «Лицидей». Лучшим спектаклем фестиваля признан «Макбет» Ульяновского драматического театра. Почему остановились на спектакле «Макбет»? Единогласно. Почему? Потому что действительно это полотно. Это по-настоящему театральный спектакль. Это по-настоящему глубокий, яркий, эмоциональный, запоминающийся, будоражащийся. Министр искусства и культурной политики Евгения Сидорова вручила сертификат победителю премии «Лучший спектакль» режиссеру Владимиру Золотарю. Также сертификат премии «Поддержка лицидея» получил художественный руководитель Ульяновской театр-студии «Инфанты Риболь» Дмитрий Аксенов. 31 марта в Ульяновской области ожидается переменная облачность, местами пройдет дождь. Температура днем составит плюс 1 градус, ветер юго-восточный до 8 метров в секунду, давление 749 миллиметров ртутного столба. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.30, 20.30 и 23.00, а также на нашем сайте. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!